Это подготовительная группа татарского детского сада Экият. Для них воспитатели проводят мероприятия на тему профессии будущего. Занятие полностью ведется на родном языке среди 111 детей. У посещающих образовательные учреждения есть и дети русской, армянской, таджикской национальностей. Но каждый из них свободно общается на татарском языке, изучает песни, стихи. Я хожу в садик Экият. Мне там очень нравится. У меня друзей очень много. Мы с ними вместе лепим всякие из пластинок вещи, рисуем, пишем, танцуем. Я хожу в садик Экият в старшую группу. Мы в группе учим, читаем сказки, учим стихи и пословицы. У меня в детском саду много друзей. Я люблю ходить в детский сад. С 2006 года сад Экият является ресурсным центром по воспитанию и обучению детей на татарском языке. По словам воспитателей, сохранение родного языка, обучение детей других национальностей, общению на татарском – это очень ответственный момент. И в этом вопросе педагогический коллектив успешно работает. Доказательством тому являются победы в различных престижных конкурсах. С детьми мы работаем по годовому плану, который мы составляем в начале года и работаем по нему в течение года. В нашей группе мы создали уголок родного языка, который мы своими руками делаем, дидактические игры, которые наши дети очень любят. Их можно использовать в пяти областях федерального государственного стандарта. На днях количество наград дошкольного учреждения пополнилось. Коллектив вошел в число победителей республиканского конкурса «20 лучших школ и детских садов, ведущих образовательный процесс на родном языке». Конкурс проходил в два этапа. В первом из 104 коллективов выбирают 30. Во втором туре количество конкурсантов сокращается еще на 10. На втором этапе уже был очный этап. Тогда уже приехала республиканская комиссия из трех человек. Они ознакомились с образовательной деятельностью детей, смотрели все занятия наши, режимные моменты, проверяли, как свободно общаются дети между собой и как ведут себя педагоги, в каком виде они общаются с детьми, умеют ли свободно разговаривать на татарском языке. Также всю документацию проверяли, и материально-техническую базу, методическая оснащенность. Мы уже потом предложили, самое главное тоже было в этом конкурсе, блок один, инновационная деятельность, инновационная деятельность и проектная деятельность. Все 20 победивших детских садов были награждены грантом в размере 500 тысяч рублей. На эти средства будут приобретено оборудование и пособия, необходимые для воспитания на родном языке.